Территория оружия Территория оружия Территория оружия компаний. Это компания Ствол, которая помогает спортсменам по мере возможности. Это компания Астур, которая производит прекрасные глушители. И мы тоже искренне признательны, когда серьезные парни из оружейного бизнеса проявляют какую-то симпатию к спортсменам и помогают, за что им всегда спасибо. Сегодняшнее мероприятие – это классический образец обычного традиционного матча по практической стрельбе, когда группа организаторов собирается, строит матч на основе упражнений, которые они же сами разрабатывают. Упражнения бывают совершенно разнообразные, все они подчиняются единому принципу – это безопасная, комфортная стрельба, которая позволяет нарабатывать новые навыки, проверять все различные стрелковые умения стрелка, как стрельба в неустойчивых положениях, стрельба в движении, стрельба в сложных положениях, из неудобных. К ним относятся как тоннели Купера, так и различные декорации, которые усложняют стрелку работу с мишенями. Основная задача практической стрельбы – это стрелять быстро, стрелять точно, побеждает тот стрелок, который стрелял быстрее всех и точнее всех. В принципе, все очень просто. Основные ограничения касаются только безопасного обращения с оружием, и многие фанаты практической стрельбы с гордостью всегда говорят, что это один из самых безопасных в мире стрелковых видов спорта. Итак, давайте поговорим немножечко об упражнениях. Что же сегодня ждет стрелков? Всем удачной, легкой и веселой стрельбы. Стреляем пока дождь. Упражнение номер один. Длинное, непростое. Шутливое название – «Зеленый ад». Здесь стрелку придется проходить длинное упражнение с большим количеством выстрелов, 39, 18 бумажных мишеней и три далеко стоящих металлических гонга на дистанции 50, 75 и 100 метров. С учетом, что наше сегодняшнее соревнование проводится по мини-карабину, в нем участвуют владельцы полуавтоматических винтовок и карабинов в калибре 22ЛР. Для кого-то это может быть удивительным, но на самом деле обычная малокалиберная винтовка в калибре 22ЛР легко стреляет на 100 метров, доставляя огромное удовольствие стрелку от каждого попадания. Как это выглядит, мы можем увидеть вживую. Упражнение номер два позволит немного отдохнуть от сложных геймпланов на предыдущем упражнении. Классическое упражнение по принципу Run and Shoot. 25 выстрелов. Главная изюминка – это второе положение, когда у стрелка пустой патронник, и ему нужно сделать ровно то количество выстрелов, которое у него помещается в магазине. 25. Ну, у большинства Ruger 10-22, именно у большинства же и 25 патронов в магазине. Получится ли у стрелков не сделать лишних выстрелов пыли, придется перезаряжаться? Давайте посмотрим. Время – 30.97. Отлично шел, если бы не кончились патроны. Упражнение номер три. Не сложное, но по-своему увлекательное. Основная изюминка, точнее их две. Первое – это то, что стрелок, сидя в лодке, находится в неустойчивом положении, его качает вправо-влево, что мешает целиться. А вторая особенность – это использование так называемого свингера. Это подвижная мишень, которую активирует стрелок, иногда выстрелом, иногда рукой. Давайте посмотрим, все ли справятся со стрельбой из неустойчивых положений. Субтитры делал DimaTorzok Упражнение номер четыре. Одно из самых сложных. Скажу по секрету, что его строили пять часов, добиваясь максимальной сложности. В данной ситуации сложность – это наличие огромного количества геймпланов, то есть вариантов прохождения. У каждого стрелка он свой. Кто-то стреляет лежа, кто-то становится на ящик, стреляет сверху. Как это выглядит и все ли справятся с непростым упражнением. Давайте посмотрим. Упражнение номер пять позволяет поддержать баланс между точными стрелками и быстробегающими стрелками, потому что у каждого сейчас будет выбор. Либо стрелять по дальним металлическим тарелкам издалека, либо потратить время и не рисковать пробежать ближе и поразить их из того бокса, который находится максимально близко. Смотрим. Следующее упражнение номер шесть, являющееся замыкающим, проверяет как минимум два очень важных стрелковых навыка. Первый – это стрельба с левого плеча из-за укрытия. Не все справляются с этим быстро. И второй, не менее важный – это стрельба из неудобных положений. Для создания классических неудобных положений используется так называемый тоннель Купера. Что это такое, вы сейчас увидите. Его особенность заключается в том, что стрелок, находящийся в нем, не должен сбить незакрепленные планки красного цвета, которые находятся у него над головой. За каждую сбитую планку он получит штраф. У всех ли получится? Давайте посмотрим. Матч, который мы построили, состоит из шести упражнений на сто шестьдесят девять выстрелов. Ну, патронов явно ушло у многих стрелков больше, у многих даже за двести. Но веселье от этого не убавилось. На матче были в основном все обеситы, наши соклубники. Были ребята из нашего дружественного клуба – операторы. Я думаю, что все получили мое удовольствие. Продолжение следует... Ну что же, наш одесский матч стрелковой лиги подошел к концу. Подарки от спонсоров розданы. Кубки, дипломы и медали нашли своих новых владельцев-победителей. Нам остается лишь подвести небольшой итог. В первую очередь, сумасшедше порадовала погода, потому что на самом деле сегодня в Одессе весь день дождь, даже местами с градом. Мы, честно сказать, волновались и думали, что нас застигнет та же участь. Нам повезло, но, наверное, спасибо особо говорить некому. Нам просто повезло. Что я хочу сказать тем, кто сейчас смотрит и думает, как бы заняться практической стрельбой. Как бы попасть на такие мероприятия, как попасть на тренировки. На самом деле все просто. Наверное, большая часть украинских стрелков так или иначе обменивается информацией посредством интернета. Один из самых известных форумов – это украинский стрелковый форум. Найти его несложно. Есть разделы по городам, есть анонсы мероприятий, есть анонсы клубных тренировок в разных регионах. Естественно, в том числе и в Одессе. Скажу больше, этот сайт в свое время создали именно одесситы для того, чтобы продвигать стрельбу. Если вдруг вам понравилось то, что вы увидели и хотите принять в этом участие, найдите нас. Это несложно. Мы будем рады видеть всех. Научим, покажем. Будете стрелять вместе с нами. Спасибо за то, что остаетесь с территории оружия. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok